Его всегда привлекала военная журналистика. В Ливии его захватили боевики и держали его в плену более 40 дней. В интервью BBC в 2012 году Джеймс Фоули сказал, что им двигалось желание поведать миру историй людей в условиях войны. Это наша работа. Я работаю военным репортером с 2008 года, когда я был в Ираке. Меня привлекает конфликт, и я пытаюсь рассказать то, о чем не рассказывали раньше. Мы имеем дело с ужасным насилием, но журналисты пытаются понять, кто эти люди на самом деле. Вот что движет нами. На сайте Facebook мать Джеймса Фоули, похоже, приняла факт смерти сына. Она призвала боевиков пощадить других заложников. Боевики говорят, что они мстят за недавние американские авиаудары по джихадистам в Ираке. Для них это одна из немногих возможностей ответить американцам. Мы не можем показать видео, смакующее сцену убийства. На нем показан палач, говорящий с британским акцентом. Он отрезает голову Фоули, захваченному в Сирии два года назад. Палач затем грозит убить еще одного американского заложника, если президент Обама не прекратит американские удары по позициям боевиков и исламского государства в Ираке. США начали бомбить джихадистов в Ираке в начале августа, чтобы защитить беженцев и остановить наступление боевиков на курдские территории. С тех пор американцы помогли курдским военным формированиям взять под свой контроль дамбу в Масуле. Уже довольно давно известно, что в рядах боевиков исламского государства сражаются примерно 500 британцев. Многие из них снимались в пропагандистских видеороликах, направленных на мобилизацию других мусульман. Личность палача Джеймса Фоули не установлена. Насколько можно судить, никаких колебаний он не испытывал и говорит, что готов убивать снова. Субтитры создавал DimaTorzok